Хэй, ну а всем здорова, это канал Красный Синий Конь, и сегодня мы обсудим, как ЦСКА выйдет на матч со Спартаком, и какой же счёт нам ждать, победу или поражение, ну и так далее. Но чего тянуть? Мы погнали! Пуши, нашли ЦСКА! Ну давайте, во-первых, вообще начнём со схемы. И лично я считаю, что мы выйдем именно по такой схеме. Получается 3-4, ну 2-1 или 3, в общем-то без разницы. Лично я считаю, что скорее всего будем играть по схеме 3-4-3. Дивей Яков Фокс, Марио Изиджи Мухин, Обля Хесус Чид. Весело. Так, Чиди. Ну и Заба. Эту схему можно назвать как 3-4-3, как 3-4-2-1, но это всё вариации этой схемы. Лично я считаю, что вряд ли мы выйдем по схеме 4-2-3-1, но вы скажете, а где же Караскаль и Гбамэн? Ну а я скажу так, Гбамэна вряд ли вообще будут использовать. Он пока что в нашей команде ещё, так сказать, не сыграл с игроками и вообще не набрал форму, скорее всего. А Караскаль, ну, сыграл 30 минут, показал технику, но всё же на него Березуцкий ещё не совсем посмотрел. Да и форму вряд ли он ещё хорошую набрал. Но вы скажете, Чиди-то тоже не набрал хорошую форму? В этом-то и интерес. То есть можем поставить как и Караскаль, как и Чиди. Но я думаю, что выйдет Чиди, скорее всего. Так же могут быть вопросы по защите, но я лично считаю, что так и будет Дивиль, Яков Фукс. Три защитника, которые лучше всего показали себя на сборах. Магнус, к сожалению, ещё не набрал форму. Здесь у нас Обля, потому что, ну, Березуцкий вряд ли поставит Баху, да. И Обля на сборах показал себя крайне неплохо. И Баха уже, скорее всего, выйдет, чтобы заменить его. Ну и Хесус, логично, что он будет играть. И вот насчёт Языджи и Мухина. Вот это мне не совсем нравится. Языджи должен атаковать. Мухин больше обороняться. Но вообще Мухина я бы не хотел сейчас видеть в нашем составе. Чуть попозже я уже начерчу схему, как бы я хотел видеть наш состав на данный момент. Ну, всё-таки Языджи и Мухин как-то не то. Безусловно, Языджи хороший игрок. Но бокс-то бокса играть не совсем, да. Мне кажется, ему и нормально будет. Мне кажется, он чистый игрок атаки. И здесь он будет терять свои качества. И мы сможем пользоваться только его ударом и стандартами. Вот, собственно, схема, по которой бы я хотел играть. То есть, получается 4-2-3-1. Я на данный момент симпатизирую этой схеме. У нас набор игроков подходит. В опорной зоне я бы, конечно, выбрал Баху и Дзагу. И вы скажете, ты тупой, какой Баха в опорной зоне, Дзага ладно, возможно. Но я так скажу, что в последнее время мне Баха нравится в центре поля. Он удаёт просто пушечные передачи. И я бы доверил ему в центр поля. Дзага это, конечно же, опыт. И нам нужно вывести первый тайм. Возможно, кстати, можно сюда и к Бамына выпустить к концу. Но я не хочу, к сожалению, видеть Мухина. Потому что он может накосячить и он может провести гол. Но это не офигенно на самом-то деле. И поэтому, хоть они не прям опорные полузащитники, но я им доверяю больше, чем Мухин. Ну, к Бамын, как я сказал, уже не в форме. Но здесь всё логично. Забал прям 100%. Хесус прям 100%. Юсуф прям 100%. Ну, Чиди-Караскаль. Пока что я бы, конечно, хотел Чиди. Пока что Караскаль не адаптировался. Насчёт защиты. Я, если честно, хочу посмотреть на связку Фукс-Биёл. Вы скажете, что в Дерби важный матч. И надо доверять связке Дивей и Биёл. Но, как мы знаем, в последних матчах Дивей почему-то привозят именно в важных матчах. И Фукс, и Биёл показали всё прям хорошо. Почему бы им не дать шанс в таком матче? Напишите своё мнение в комментариях. Ну, здесь обля, потому что Абаху я использовал в опорной зоне. Ну, Марио, железопитонная. Тут вариантов нет. Ну, и давайте подведём итоги. Скорее всего, мы будем по схеме 3-4-3. Как я уже указывал. И я бы хотел, чтобы вышли по схеме 4-2-3-1 с моим составом. Но, всё-таки, это выбор Березуцкого. Ну, давайте ожидания на матч. Я ожидаю, что матч будет нескучным. Кто-то из новичков, вот прям почему-то чуйка, что 100% кто-то забьёт. Ну, и учитывая, что у Спартака новый тренер, плюсы трансфер на окно у нас получше вышло. И состав у нас даже увереннее смотрится. Ну, кстати, что думаете насчёт этого, тоже напишите в комментарии. Ну, лично я рассчитываю на победу, но никак не на поражение. Можно ничейку. Ну, просто не совсем прикольно, что у нас терби прям сразу после окончания сборов. Вот какой-нибудь условный матч с Ахматом, Крыльями Совета. Вот так бы ещё можно было. А тут сразу Спартака, там ещё и Сочи. Будет жарко, и мы должны прям рвать. Мы должны разорвать, чтобы попасть на второе место. И тогда вообще будет всё-всё отлично. Случи нашли! С СК-1! Ну, а это был канал «Красный Синикон». Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Всем удачи, всем пока-пока!